Так, с этим мы обсудили, что вы мы с вами посмотрели. Так что давайте, ну просто на простых клинических примерах посмотрим, да, то, что мы сегодня с вами обсудили. Я готова ответить на ваши все вопросы, и мы будем переходить к следующему блоку. Да, чтобы мы закрыли вот как, да, как каждую... В смысле много? А, ну результат гипер получился, да. Вы можете его немножечко шлифануть, но я только скальпелем это делаю, я ничем больше не люблю. У меня есть доктора, кто делает такой фрезой аккуратный. Она металлическая, ни в коем случае не алмазная. Да, конечно, вы помните, да, что мы алмазами по мягким тканям не работаем никакими. Ну, вот в основном я скальпелем чуть-чуть убираю. Хотя всего два раза мне это пришлось делать в жизни, я убирала скальпелем. Просто сбривающим вот таким вот движением с поверхностью. У вас есть какая-то такая клиническая ситуация, в которой вам нужно это сделать? Нет, ну, наверное, варианты. Сматриваешь, и мало, то, наверное, ничего хуже. Больше, чем мало. Нет, ну, я тоже считаю, что лучше больше, чем мало. Но вот у меня есть вот два клинических случаев, в которых мне пришлось убирать, потому что пациентка мне пришлось сказать, что мне столько было не нужно. И мои доводы, что это зубы нижней челюсти, передний участок, они и так очень слабенькие, и вообще всегда первые такие ласточки, которые выходят наружу, не привели ни к чему. Так обычно, конечно, я убеждаю не трогать и не лезть вообще лишний раз никуда. Ну, это моя точка зрения. Может быть, если хирург любит, резать. Сбривающим движением. Ну, что там такого? Мы с вами будем множественные рецессии обсуждать, я вам все покажу. Он берется не широкий. Ну, как правило, при множественных рецессиях за все годы, я такого неба не видела, чтобы можно было. Ну, готическое небо, есть такой термин, да? Почему-то у этих пациентов никогда не бывает рецессий. Я все время на это небо смотрю, когда я что-то там делаю с ним. Вот, резать, да, не надо. Ну, вот, ну, никуда, нечего ему туда добавлять. У пациентов с готическим небом, как правило, толстый биотип, и у них проблемы у другого реактора. Вот, поэтому, конечно, вы не можете взять. Минимальный размер трансплантата по ширине, это 4 миллиметра, да? То есть вам 8 надо забрать, чтобы его нарезать еще раз. Я думаю, что нет таких условий у пациентов с генерализованными множественными рецессиями. У них выраженные атрофические процессы в полустирта, и, конечно, вы не получаете... Только с двух сторон если брать? Ну, как вариант. Если вы только трансплантатом хотите работать, то да, с двух сторон. Но неизвестно, какого качества он будет с другой стороны. Обычно где-то всегда почему-то похоже. С одной стороны получше условие, а с другой похожее. Вот как-то вот всегда вот этот баланс, сколько мне не обращало внимания. Все время он есть такой вот. Всегда будет что-то похуже. Одинаковых не бывает в старом зонах забора. Говорим, что 4 миллиметра это ширина, а высота, например, толщина? Толщина. 4 миллиметра ширина и еще одна измерения высота. Так ширина это и есть высота в вашем случае. А длина зависит от того, как вам нужно забрать. Что у вас это 6 миллиметров, может 2 сантиметра. Ну, мне вот нравится парадонтология тем, что она вся измеримая. Потому что это все плюс-минус каким-то миллиметром можно привести и как-то вообще хронистизировать и наблюдать, динамику какую-то смотреть. Потому что вот есть, например, какие-то специальности в стоматологии. Где-то на глаз, мне кажется, все изменяется. Простая вестибулопластика. Вообще самая классическая. Разрез. Вы помните, да, где делается разрез привестибулопластика? Ну, у нас этот блок еще будет, но и так, на всякий случай. А что будет? Разрез привестибулопластики классическим методом аппетального смещения. Где делается? По границам, по границам, по границам, по границам. Спасибо большое. Какие у нас, молодцы, проблемы-то. Обработка поверхности корней всегда одинаковая. Во всех клинических ситуациях делается одинаково. Давайте запишем ее сразу как протокол и больше не будем к ней возвращаться. Ультразвуковый скейлер обрабатывается корнем. У нас наносится ЭДТА-гель от 17 до 21% и зависит от того, что у вас есть. Просто что купили. Они просто немножко процент коррелируется от фирмы-производителя. Экспозиция геля 2 минуты. Гель смывается очень активно. Высушивается все. Ассистема должен убедиться, что остатки геля не остались полностью стирка. Потому что это не самое полезное вещество все-таки. Ожоги она не вызывает. Слизистая и кровоточающая поверхность она совместима. Но вымыл и отмыть его надо тщательно. Обрабатывается поверхность зоноспецифической куретой. Для чего? Что мы убираем в этот момент? Инфицированный бесклеточный дентин. Правильно. Инфицированный бесклеточный дентин. Лицемент корня. Бесклеточный. Контаминированный микроорганизм в среднем на 0,8 мм. То есть имейте в виду. Дос. Керета можно любую использовать, да? Зависит от. Она же зона специфическая. Она от того, какой зуб вы оперируете. Но в переднем участке используется керета 1, 2, 3, 4. Я вам потом, я даже, по-моему, с собой взяла и покажу просто. Там все просто. Размеры пишите и вам купят такие, как вам надо. До какого эффекта мы кереты должны работать? Вообще самое простое. Помните, когда мы в институте учились в полости кариозные обрабатывать? Нас учили до скриба, до эффекта крепитации. И здесь то же самое. Просто нам нужно получить вот этот чистый дентин. Трансплантат, который мы забрали. Ну, вот видите, тут даже у меня чуть больше 2 сантиметра. 2,5. Почти. Он так несколько звучит. Ну, сколько? Все, что было. Ну, такая зона у нас, операция большая. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...